ДИКТОР Здравствуйте! Пока «Тигры» играли на выезде, в Хабаровск вернулся еще один их капитан. Вот об этом и не только. Сегодня в выпуске. Первое интервью Томаша Загорной по возвращении в Хабаровск. «Тигры» на матче звезд КХЛ. А также наш топ новостей по итогам игровой недели. И начнем с выездных новостей. Сразу две наши команды «Основа» и «Молодежка» в начале этой недели играли в гостях. После звездного уикенда в КХЛ «Тигры» продолжили чемпионат в Пекине. С китайскими драконами хабаровчане провели две спаренные игры. В первой встрече игроки «Амура» уступили 2-4. Открыв счет на 10-й минуте, они не смогли развить успех. Голами в составе «Хабаровчан» отметились Гинок Загорна и Павел Турбин. Во втором матче «Тигры» вновь повели в счете, на этот раз усилиями Дмитрия Коробова и Александра Горшкова. И вновь не смогли удержать преимущество. Эта игра завершилась тем же результатом, что и накануне. В те же дни на Сахалине молодые «Тигры» сразились во втором подряд в дальневосточном дерби. После двух игр во Владивостоке хабаровчане одержали волевую победу в первом матче с «Сахалинскими акулами». Уступая 0-2, гости забросили четыре шайбы в третьем периоде и довели встречу до уверенной победы. Дубль оформил Егор Антонов, он же был признан лучшим игроком в составе «Амурских тигров». Также шайбы забросили Константин Кухарев и Егор Мажаров. А вот во второй встрече подопечным Александра Юнкова уже не удалось отыграться. Как и днем ранее, молодые «Тигры» первыми пропустили две шайбы, но переломить ход встречи не смогли. 2-6. Впереди у «Амура» и «Амурских тигров» новые домашние серии. Первыми в «Платинум-арене» начнут играть подопечные Александра Юнкова. Они выйдут на лед уже в это воскресенье. Зато игроки «Основы» в домашних играх получат особую поддержку. В расположение команды вернулся Томаш Загорна. Прямо из аэропорта в «Платинум-арену». Здесь Томаш Загорна не был больше месяца. В раздевалке его уже ждут небольшие подарки. Самодельный плюшевый тигр от болельщиков и новогодние презенты от партнеров по команде. А еще недавно Томашу было не до деликатесов. В середине декабря врачи в Чехии поставили нападающему тигру в диагноз аппендицит и экстренно отправили на операцию. У меня уже здесь недели были проблемы с животом. Я приезжал в Чехию, ехал в бойнице, они посмотрели живот и сказали, что надо сразу операцию сделать. Что так случилось. У меня не дали общей шансы. Я только думал, что мне скажут, что все нормально. Они просто сказали, что надо сразу операцию сделать. Это первая твоя операция? Да, да, первая. Да, да. Да, очень. За пять лет в Амуре это первый серьезный больничный Томаша Загорным. До этого по болезни нападающий пропускал лишь три матча в составе Хабаровчан. Что тогда, что сейчас, во время вынужденного отдыха 80-й номер тигров смотрел все игры своей команды. У нас были игры, которые мы выиграли сначала. И сейчас там несколько игр, которые проиграла команда. Но когда я смотрел игры, думаю, что команда играет очень хорошо, но просто надо побольше забивать. После всех игр я разговаривал с моим братом, как все чувствовали. И думаю, что у нас еще есть большой шанс сделать плей-офф. И я надеюсь, что с моим животом будет все нормально, и я помогу команде еще делать очки, чтобы плей-офф сделали. За матчем «Звездка Хэл» Томаш Загорна тоже следил по ТВ. И был приятно удивлен, увидев себя во время исполнения пулита Гинеком. Мой брат на WhatsApp скинул, чтобы смотрел, что там будет сюрприз для меня. Я смотрел, мне очень прикольно было, что я был с моим братом на Остаревле. Ты не просто был, ты гол забил. Ну, был с ним забыл гол еще, да, это большой плюс. Это смешно очень было. Это всегда очень красиво. Я думаю, что шоу для Болещиков. Я смотрел в суботу, когда была ЭТИ, skill, мастер, ну, skill, skill шоу. И потом в воскресенье, когда они играли 3 на 3, я смотрел, ну, понравилось, как играли. Я думаю, что для моего брата это было очень большой опыт. И думаю, что ему очень понравилось. Но и в матчах регулярного чемпионата Гинек играл, что называется, за себя и за брата. Сейчас он лучший бомбардир хабаровской команды. Чтобы его догнать, старшему Загорне придется потрудиться. Сегодня попробую тренировку на льоду. Но потом не знаю, как будет. Как бы просто живет. Скажет, так будет. Но думаю, что можно через две недели, что уже буду играть. Привыкать к тренировочным будням Томаш Загорна начал только неделю назад. А потому, когда именно нападающий примет участие в официальных играх чемпионата, пока неизвестно. Все говорят, будь независимым. Но от нас многое зависит. Все говорят, не бойся рисковать. А мы за надежность. Будь сам по себе. А мы верим в партнерство. Потому что мы Газпромбанк. Пока Томаш Загорна восстанавливался после болезни, его брат Гинек выиграл бронзовую медаль матча звезд континентальной хоккейной лиги. Как это было, а также о том, как в звездном викенде проявили себя плюшевые талисманы клуба «Бархат» и «Тамара». Расскажем прямо сейчас. Вместе даже на матче звезд. Так решил Гинек Загорна и взял с собой в Москву картонную фигуру брата Томаша. Именно с ней нападающий Амура попытался забить в конкурсе на самый эффектный гулит. Гинек Загорна с братом выходит на эту попытку. И под его чутким руководством забывает бросить. Помимо этого испытания Гинек Загорна принял участие еще в двух конкурсах мастер-шоу. Эстафетим и хоккейном биатлоне. Мастер-шоу это возможность показать свою техническую сноровку. Вы знаете, что изначально приглашение на матч звезд получил Томаш, но не смог приехать. Поэтому я с собой захватил его картонную фигуру. И мы вместе исполнили булит. Было весело. Не менее весело Гинеку и всей команде дивизиона Чернышева было в матче за бронзу. Место вратаря в этой игре занял Линус Умарк, нападающий Салавата Юлаева. А на его позицию вышел галкипер уфимцев, хорошо известный хабаровским болельщикам Юха Мецла. Несмотря на все это, чернышевцы встречу выиграли в серии послематчевых бросков. 9-8. Свой вклад в общий успех внес и чешский форвард Амура. Это были прекрасные выходные. На следующий день играли в формате 3 на 3. Я забил свою первую шайбу. У нас была самая интернациональная команда. Швед, финны, русские, канадцы и я, чех. Но мы легко нашли общий язык и вдоволь повеселились. Свой матч был и у талисманов клубов. В этот раз маскоты 24 команд КХЛ сразились в футболе на льду. В итоге в упорной борьбе с настоящим футбольным счетом 0-1 команда «Востока» проиграла «Западу». На воротах у нас, как обычно, стоял снеговик, потому что у нас снеговик более габаритный. Но он куда-то убегал, из-за этого мы пропустили гол. И уже второй, когда я бежал к воротам забить, я взял руки и мяч, потому что бесполезно было ногами пинать. Он уезжает куда угодно и не получилось забить. Торпеда помешала. Успели хабаровские талисманы, бархат и Тамара увидеть и главную достопримечательность Москвы – Красную площадь. Тамара как-то очень мило общалась с другими талисманами. Ты как к этому отнесся? Точнее, бархат как к этому отнесся? Бархат несся к этому хорошо, потому что она новый член семьи вообще в КХЛ. И им стало интересно, кто она, что она себя представляет, как она общается с другими талисманами. Поэтому к ней сами подходили. Я был к этому нейтрален, конечно. И бархат тоже. То есть ты, точнее бархат, не ревновал? Немного, наверное, ревновал, но понимаю, потому что нужно познакомиться тоже. Знакомство Тамары с коллегами из других клубов действительно прошло успешно, как, впрочем, и весь звездный уикенд. Гинек Загорна стал обладателем бронзовой медали матча звезд, а плюшевые талисманы Амура приобрели новых друзей. И на сегодня это все. Болейте за Амур и смотрите про хоккей. Увидимся через неделю на телеканале Губерния. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова